Новую партию гуманитарной помощи подготовили правком студентов и аспирантов, а также профессорско-преподавательский состав Набережно-Челнинского института Казанского федерального университета. Уже в ближайшее время ценный груз будет доставлен 30 студентам из города Лисичанск. Ранее ребята учились в Донбасском государственном техническом институте, но в силу обстоятельств вынуждены были переехать в общежитие города Алчевск, где на данный момент нет условий для обучения. Вы знаете, мы даже не ожидали, что на вот такой призыв студентов пропитываются не только сами студенты, но и наши сотрудники, наши преподаватели. И на основании тех денег, которые мы собрали, мы смогли не только выполнить их необходимые первичные потребности, но и смогли купить еще оргтехнику. По запросу самих ребят были приобретены констовары, предметы бытовой химии, настольные лампы и два принтера. Также в преддверии праздника для ребят подготовили и новогодние презенты. У нас не первый опыт взаимодействия со студентами с новых территорий, потому что еще весной, когда приехали первые беженцы из Мариуполя, мы взяли шество над пятью студентами, которые учились в мариупольских учебных заведениях, организовали программу различную познавательную, научную. Они с нами принимали участие в наших летних сменах, и вот даже два человека к нам поступило. Все-таки теорию шести рукопожатия, что много знакомых есть везде, никто не отменял. То есть мы через них начали искать контакты через социальные сети, через сайты. Мы вышли в итоге на Донбасский государственный технический институт, который филиал был расположен в городе Лисичанский. Вышли, связались с администрацией и сказали, что вот мы в Статарстане, мы готовы, хотим помочь, адресно помочь студентам. Вообще у каждого человека есть человечность. И вот у меня порыв сердца был, порыв души, то, что я решил помочь тоже нуждающимся. Вот ведь они такие же, как и мы. Все, кто нуждается в помощи, все друг другу должны помогать. Это самое главное. Стоит отметить, что ранее силами вуза удалось также оказать поддержку и ребятам, прибывшим весной из Мариуполя. Они оказались в сложной жизненной ситуации и были вынуждены срочно покинуть родной дом на территории ДНР. На сегодняшний день некоторые из них продолжают свое обучение уже в стенах Набережной Челнинского института КФУ. Маргарита Михайлова, Центр медиакоммуникации Набережной Челнинского института КФУ, Универньюс.